Буквально 10 минут езды на автобусе от Буды, и мы попадаем в китайский музей. Что здесь, сейчас я вам покажу. Итак, музей был построен за счет денег китайской диаспоры всего мира. Стоимость постройки этого музея 200 миллионов долларов. Вот, мы находим сам музей. Здесь его охраняют ход вот такие два льва. Мы зашли в китайский музей. Здесь очень большое количество различных статусов бронзовых. Это все не оригиналы, это копии различных вождей, генералов, которые хоть за 5000 лет Китая хоть что-нибудь сделали для Китая. Вот, то есть очень много, очень много различных статусов. Музыка. 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 Здесь такое очень много всяких предметов быта, статуэток, керамические, посуда. Причем 2-4 тысячи лет этим предметом. Ну и самое ценное, что в этом музее это терракотовые воины. Китай подарил Таиланду в этот музей 12 воинов. И только в этом месте они подарены навсегда и стационарно здесь установлены. В других частях мира, если вы их будете видеть, это просто привезенные на время для экспозиции. А так кроме Китая и в этом месте терракотовых воинов стационарно нигде больше нет. Терракотовые воины вот они в таком виде. Вот это глиняные статуи воинов. Всего их 10 тысяч статуй. В 1974 году это было самое великое открытие археологическое, что нашли этих воинов. Всего этих терракотовых воинов в этом музее 12 штук. Сейчас я их вам покажу. А вот макет усыпальницы императора Шейхаун Ги, который как бы был великий императором. И его усыпальница, в которой нашли этих 10 тысяч терракотовых воинов, их уже раскапывает 50 лет. Вот эта часть. И еще дальше вы видите, и еще 50 лет будет раскапывать следующую часть. Там делают номер Т-12, там увидите посередине. Это сама усыпальница императора. Ее пока не раскрывают, потому что при прикосновении с воздухом все ценности могут быть потеряны. Все эти терракотовые воины были с оружием. Но так как им 2200 лет, оружие уже как бы решало и рассыпалось. Поэтому у них в руках в данный момент ничего нет, так как оружие не сохранилось. То есть это, допустим, всадник, это лучник. И так, в принципе, 10 тысяч воинов, это реальная армия императора. И каждый воин, он индивидуален именно конкретно. Человек, который жил тогда. То есть 10 тысяч разных людей, 10 тысяч разных культур. Это очень круто. Рекомендую попасть в этот музей. Втором этаже музея. Здесь, как сказали, самая фотографируемая зона, потому что здесь очень много статуй. Они бронзовые. И, в принципе, мы сейчас походим и пофоткаемся. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому мы будем бросать моему Будде копеечку на удачу И вот макет плавучего рынка Так через стекло плохо видно? На этаже музея И здесь моя комната все пробудет Здесь статуя Будды и вокруг Идут картины, которые описывают жизнь Будды Начиная от рождения и заканчивая смертью Оказывается, Будда это был живой человек, который жил 2600 лет назад И вот как он стал Буддой Здесь все описывается Это интересная очень история Я долго вам рассказывать Я думаю, что вы прочитаете ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА